Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Шатон Плаза в студии Маргариты Кафарова. Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по площади посадки леса и пятое место по запасам древесины. Итоги реализации госпрограммы развития лесного хозяйства в первой половине 2024 года рассмотрели на заседании правительства. Если с 2012 по 2018 годы мероприятиями по лесовосстановлению в среднем за год охватывали около 12 тысяч гектаров, то с 2019 года уже 15 тысяч гектаров. За все время реализации проекта площадь, на которой высадили новые деревья взамен вырубленным, составила 77 тысяч гектаров. За первые полугодия в республике заготовлено 2,5 тонны семян для будущего посадочного материала. Из них более 90% наиболее востребованных хвойных пород. Всего в этом году необходимо запасти не менее 3 тонн семян, в том числе с улучшенными наследственными свойствами. Целевой показатель федерального проекта обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% ежегодно перевыполняется. За 5 лет баланс выбытия и воспроизводства лесов в республике вырос на 30% и составляет в среднем 114% в год. За первые полугодия текущего года значение показателей составило 40%. При этом искусственная высадка лесов, а это наиболее трудозатратное и финансово емкое мероприятие, проведено на площади 4,7 тысяч гектаров или более 70% от плана. Еще один важнейший показатель – оперативность тушения лесных пожаров. За 6 месяцев затронутая огнем площадь составила 17 гектаров. В республике при установленном нормативе для Башкортостана на этот год не более 3,5 тысяч гектаров. Все 7 очагов были ликвидированы в течение первых суток. В этом году счетная палата России провела аудит государственных мер, направленных на стимулирование ответственного ведения бизнеса и устойчивого финансирования. Проверка показала, что система находится на достаточно высоком уровне, сообщил руководитель ведомства Борис Ковальчук. По итогам этой работы испытана так называемая модель зрелости, которую сформировали на основе лучших практик стран-участниц БРИКС. Этот подход вошел в руководство по ESG-аудиту. Однако концепция ESG недостаточно отражает принципы ответственного ведения бизнеса, отметил глава счетной палаты. В России утвержден индекс деловой репутации, основанный на ЭКГ-рейтинге, который предусматривает оценку по трем направлениям – экология, кадры и государства. Система уже работает, к ней подключены 7 миллионов организаций и индивидуальных предпринимателей. Статус ответственной организации предусматривает возможность получения административной поддержки, в том числе значительное сокращение сроков прохождения тех или иных административных процедур. Данные преференции закреплены частично в региональном законодательстве Российской Федерации. И кроме того, критерий деловой репутации предусмотрен на федеральном уровне при осуществлении госзакупок, что в свою очередь, конечно же, повышает рыночную конкурентноспособность ответственных компаний. Напомню, ЭКГ-рейтинг был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в прошлом году. Его лидеры получают режим наибольшего благоприятствования. С этого года новый подход получил статус национального стандарта. В Башкортостане выставлено на продажу 4,5 тысячи земельных участков. По объему предложения республика входит в число лидеров. Больше всего участков предлагается к покупке в Московской и Ленинградской областях, южных регионах страны, а также в субъектах с миллионными агломерациями, отмечают аналитики ЦАН. Что касается цен, самая высокая стоимость участков помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где за сотку запрашивают более 1 миллиона рублей, в Дагестане – 810 тысяч. Следом идут Краснодарский край – 684 тысячи рублей, Севастополь – 600 тысяч. Причем стоимость участков увеличивается быстрее, чем загородных домов. В Башкортостане средняя цена сотки достигает 95 тысяч рублей. По динамике чека республика находится на 11 месте. На сегодняшний день наблюдается и рост цены, и спрос на ИЖС в среднем за год процентов 20-25. Это в том числе и наша статистика. По направлениям это, наверное, восточный выезд, более-менее развитая и сейчас развивается инфраструктура. Но люди, в принципе, готовы платить в сторону юга, допустим, Зубова, тот же самый Чесноковка, до 400-450 тысяч рублей за сотку. Готовы, если этот участок нормальный, ровный, с инфраструктурой, с асфальтом до участка и с коммуникацией. По словам Алексея Матвеева, ожидается стабильный рост ИЖС, так как ставки на первичном рынке квартир сравнялись со вторичкой, и продажи здесь немного просели. Спрос на земельные участки поддерживает и 3-процентная сельская ипотека, даже несмотря на то, что срок одобрения здесь чуть дольше, чем, например, семейные ипотеки. Заведующую детским садом наказали за крупную взятку. Приговор по уголовному делу вынес Туймазинский межрайонный суд. Установлено, что заведующая детским садом номер 15 в Туймазах с мая 2018 по март 2023 года получала деньги от шестерых своих подчиненных. Взамен руководительница обещала покровительство и поблажки. Общая сумма взяток составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подсудимая признала свою вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в 5 миллионов рублей в доход государства, а также запретил в течение пяти лет занимать руководящие и административные должности в дошкольных образовательных учреждениях. Масштабную инвентаризацию защитных сооружений гражданская оборона планирует провести в Башкортостане, сообщили в Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. К ним относятся убежище и укрытие, в том числе противорадиационные. Объекты делятся на несколько категорий – подвалы жилых и нежилых зданий, гаражи, склады, расположенные на цокольном этаже. В ходе инвентаризации проверят наличие защитных сооружений, их целостность, готовность к использованию по назначению и составят полный актуальный перечень. Целью инвентаризации является оценка и осмотр защитных сооружений гражданской обороны и иных объектов, предназначенных для укрытия населения. Информация о количестве защитных сооружений является конфиденциальной. В случае выявления замечаний по состоянию защитных сооружений, информация передается для приведения их в рабочее состояние. Инвентаризация бомбоубежищ пройдет во всех городах и районах Башкортостана в три этапа. Даты проверки еще не определили. Они зависят от принятия нормативного правового акта правительства страны. Не на этом все. Оставайтесь на показку.